Всем доброе утро. Я уже сажусь завтракать. Сегодня, к сожалению, печаль полнейшая. Мой хлеб заплесневел. Там осталось пару кусочков, он заплесневел, но я хлеб с маслом сегодня утром есть не буду. Хотя мне очень нравится утром есть масло сливочное. Он заплесневел, что называется, может какой-то хлеб скоропортищийся или что он как бы вообще. Я аж расстроилась. Это нарубала дынь. Целое ведро. Сделала Лёше кашу, которая у меня опять не получилась. Ну, из пропорции. 200 грамм воды на 2, там, такие мерные ложечки овсянки. Я точно так же делала. Чуть-чуть, буквально больше 200 литров воды. Она редко-редко получилась. А у Лёши, когда наливают даже больше воды, ложат так же кашу, получается густая. Вопрос, почему? Я уже который раз пытаюсь мылазить эту идеальную кашу, и она не получалась. Я расстраиваюсь. Будем и завтракать, набираться энергии, потому что сегодня тяжелый день. Сегодня мы работаем. Что-то жарко мне. Именно душно как-то дома, прям дышать нечем. Еще очень хочется кушать, поэтому всем приятного аппетита и хорошего настроения. Вот он мой чудо-пакетик. Я взяла здесь овощей гриль с удочки. Косточку для кенгуруши или для полканши нашей. В общем-то, я когда готовлю, если у меня остаются кости, я обязательно их собираю и привожу собачкам на рынок. Вот, посмотрим, кто здесь на первый придет. Но по-любому кенгуруша, потому что она уже приучена, она знает, что мы приезжаем сюда и что-то даем. Мы очень любим эту собачку. Она такая милая, она хитрожопая, страшная, потому что она поедет и уйдет, даже спасибо не скажет. Вот такая вот она, хитрая. Сегодня очень так прохладно на улице с утра, так хорошо, прям, но я чувствую, что будет жарко. Здесь мне будет сегодня жарко в этой кофте. Хотя она легкая, она может быть кажется такой тяжелой. На самом деле она очень легкая, она такая, как... Ну, я не знаю, я даже не знаю, как она называется. Очень легкая, не шелка, вот близко с этим. Ну, понятно, что это натуральная, наверное, какая-то, там кто знает. Кстати, вот эта вот кофточка, это фирма Атмосфера. Я вот именно в Секонде ее вижу, эту фирму. И чаще всего вещи, которые мне нравятся, которые высыпляют туда, это именно этот вот бренд. Я не знаю, чей он, но мне он очень нравится. У меня такие вещи интересные, вот до таких вот ярких, до таких самых-самых нервных. В основном такие нежные, легкие вещи. И весь-то не всего-ничего. Такая маленькая хитрость в Секонде. Если вы набираете вещи, которые легкие, вы можете набрать больше и дешевле. Потому что легкая вещь, естественно, идет дешевле, чем какая-то громоздкая. То есть у вас какое-то вечернее платье, если оно легче, чем какая-то футболка там с какими-то, блин, набивочками, рушиками и прочей фигней, будет дешевле стоя, чем эта вот самая футболочка. Мне кажется, здесь лучше было бы сделать другую прическу, но я сегодня решила волосы полностью подобрать, потому что на рынке очень жарко весь день. Ну, представьте, с 6 до 7 вечера стоять, волосы путаются, волосы себя плохо чувствуют. Поэтому сегодня так по простенькому, ну, такая прическа. А вот дальше уже буду продумывать образы. Кстати, мы в субботу, скорее всего, едем с Лешкой в Ботево на два дня, поэтому вот так. Кто с Ботево, всем привет, мы приедем. Но мы вряд ли будем куда-то гулять, потому что на самом деле Лешка едет туда помогать бабушке, там, зерно заносить, что-то такое. А я, ну, я не знаю, я похожу, поснимаю и свою бабушку, наведаюсь к ней, конечно же, и к Лешиной, и Калинка Чабанова там будет в селе, мы уже прогуляемся. Ну, вот так. Лучше зерно заносить это явно не для меня. Ну, грушка, и ко мне. Ой, сейчас я тебе открою, подожди. Смотри, вот тут 100 пакетиков для тебя, чтобы не вымотать. Да мясо, да мясо, мясо. Подожди, давай я тебе все достану. Кушай. Братный аппетит. Кто-то не заберет. Ладно, с Пакетом не хочешь. Диана, на этой кости можно было сварить буренчик. Нет, я хотела к нему рожьим. Суповой. Ты такую кастомаку хорошую привезла, а ты что? Нет, я мясо все-таки скребла. Их две кости, и мы надо струнку супа. Да хай кушай. Мне жалко. Суповой. Вот тут у нас такая мусорка есть. Я не жадная. Я варю суп в основном с этих. Рыбки, нож. А грудку я на другое пускаю, подняти кости. Да ешь, не заберет, такие глаза у тебя несчастные. Ты хоть жуешь вообще? Что ты вот проглотила кофточку? Тючела, матючела. Тючела, матючела. Пожалуйста. Ты беременная, да? Ты, походу, беременна опять. Уже какой ты раз беременна. Сколько можно беременеть? Спасибо, надо сказать. Все? Все. Проглотила? Конечно. Что у тебя? Птичка не есть. Мама, расскажи, что котушкам можно есть диабетчиком. Так что ура. Не, ну, в делах разумного. Я к тому, что крахмала здесь нет. Да, мама, вымачивайте до того. Я вымакиваю. А я не вымакиваю картошку. А я вымакиваю всю. Фух, мы пообедали, выпили чуть-чуть каркаде. Вот чуть-чуть получше стало. Потому что очень жарит. Сегодня какой-то наплыв людей. Сегодня прям вообще мы ничего не... Как бы в каком-то ажиотаже полном сегодня. Ничего, люди идут. Я подружу сама. Папа с мамой оценили овощи и гриль. Им очень понравилось. Я очень рада, что им понравилось. Правда, папе соли не хватило. Но так я не солила, вы знаете. Естественно, там соли будет маловато. Вот. Кофточка такая разлегкая. Но все равно жарко. Даже в шортах жарко. На лицо жарко. Все жарко. Прям невозможно. Мы с папкой уже второй раз каркаде покупаем. Тут женщина кричит, лучшая каркаде на побережье авторынка. Побережье авторынка. Капец. Папа, он ресторискал, они горячие. Прям раскаленные. У бабушки сахар в крови поднялся сильно. Ну, бабушка особо деда никогда не придерживалась. А я звонила тоже своему доктору. Узнавала за анализы. Вроде бы все нормально с теми анализами. Но уже завтрашнего дня буду прозванивать за тот анализ, который я относила к больнице с фильмом Ужас. Вот, где там серьезно, где страшно будет. Да, так вот я болею. Да, туалет, конечно, на рынке ужасный. Очень грязный. Еще и платный. Гривна-вход. Гривна-вход. Я как-то вспомнила страшную историю с туалетом. Я когда работала в магазине косметики, у меня магазин находился в супермаркете. То есть он был на такой задвижной двери, стеклянной. Ее приходилось постоянно закрывать. Если ты выходишь в туалет, там полы мыть у себя, там или кушать. Ну, в общем, уходишь, сразу закрываешь на ключ. Я, естественно, ходила все время с этим ключом. Когда я пошла в туалет, ключ упустила в унитаз. Даже не унитаз. Там была вот такая вот дыромаха. Вы представляете? Это просто хуже быть не может. Я не советую вообще никому попасть в такую ситуацию. Он лежит прям сверху, этот ключ. И ты в эту воду. Это просто какой-то капец. Ну, а что мне было делать? Мне пришлось доставать. Поэтому сейчас я когда хожу в такие места, я все время очень бдительно и, ну, все откладываю или как-то держу. Но я не знаю, я не знаю, как туда она вообще упала. Это трагедия для меня просто. Жесть. А еще мы недавно смотрели с Лешей фильм, где мужик вообще в туалете какую-то бумажку порвал, а потом с этого унитаза держался. Кажется, как это унитазная тема. Это вообще жесть вполне еще. Потом здесь какой-то. Чем где, друзья, куплю что-нибудь попить? Ну, сегодня пили уже и каркаде, и воды. Мы выпили всю воду, что у нас была сегодня. Поэтому мы остались без воды. Пили уже и мохито. Два раза. Ну, такое. Я опять иду в этот лорочек покупать хоть что-то выпить. Потому что невозможно. Жара нас просто душит. На сей раз взяли лимонад, у меня же глаза от него повылазили. Фух. Блэ. Ну, давай. Ну, я пойду болты заверу, а потом запробую. Ну, прядь, на, здесь что-то. А вторынешний колорит. Тут же запчасти дальше продают. Не только прицепы машины. Есть куча запчастей, всяких трепетений, которые даже не знаю, какое есть название. Вообще капец. Не знаю, что это такое. Что это такое? В общем-то, я сейчас иду за двумя шайбами. Я без понятия, как они вообще выглядят. Вон, что найду. Итак, пособие для чайника. Вот как выглядят шайбы. Не знаю, для чего эта шайба, куда она лепится. Но это шайба. Несу шайбу обратно. Главное, не потеряться теперь в этих ротах. Вот, где бы я не хотел работать, так это там. Духотом. Лешка решила ехать в село завтра, поэтому поедем дня на три получается. Так что влоги, наверное, не будут выходить, потому что там нет интернета у нас. У нас же все через ноутбук подвязано. Но это будет интересно, я думаю. И там Леша надо помочь. С бабушками нужно встретиться. Поэтому вам будет интересно по-другому. Что за лампочки? Он сейчас тебе сообщение пришлёшь, что купить. Я еду домой. Домой. Сегодня капец. Прям я уже, наверное, сколько салфеток сегодня перевела. Пока-пока. Красиво? А-а. Поздравляю. Поздравляю. Друзья, я наконец-то там. Вот, посмотрите, что у меня с волосами произошло. Это просто какой-то дичайший капец. Ну, это круто. Я просто делала себе две губки и налакировала. Знаете, как получилось. Это вообще конфетка. Ой, мама купила нам домой. Всем. Ежевики. Посмотрите, какая. Давайте съем. Блин, просто бомба. И яблочки бабулька продавала. Мы на все три семьи поделили. Вот такие вот домашние, пахучие. Пахнут просто невозможно. Очень классно. Вот особенно вот это мне нравится. Я ведь яблоки обожала. Раньше у бабушки было столько этих яблок. Просто завались. Я попросила Лешку запарить органический сок. Вот этот вот, который нам Дашника передала из Барнаула. И мы с мамой придумали, что на следующий рынок мы запарим этот сок, заморозим его и возьмем на рынок. Потому что мы покупаем атакаркадель, и панады. Зачем? Когда у нас есть дома органика. И такие соки классные в пакетиках. То есть, ну, мы это сами будем делать. И сами будем с собой брать на работу. Знаешь, что еще хочу сказать? Вот, приехала домой, пусть только целый день стоишь на жаре. Ты мокрый, грязный, весь в мошках и вообще не понятно в чем. Приходишь домой, принял контрастный душ, напился холодной воды. Ты понимаешь, что, господи, спасибо за жизнь. Сколько кайфа в этой жизни. И, боже, вообще ты прекрасен. Просто покупалась, выпила воды и чувствую себя на все сто процентов. Так классно, прям счастливо. Что нужно для человека для счастья, да? Сейчас еще наемся ежевики. И вообще все круто будет. Еще хотела с вами кое-что поделиться. Мама мне кое-что подарила. В связи с последними моими потерями. Сандали опять расклеились. Мама решила подарить мне свои вот эти. Которые надела всего лишь один раз. Ну, как они сияют здесь в лампах. Вот такие вот сандали. Не знаю, к чему они мне, но они мне тоже очень нравятся. Спасибо большой маме. Они качественные, дорогущие, крутые, фирменные. Классные такие топули. Просто что у меня разваливаются. И я хочу себе тоже купить какие-то сандалики. Мама подарила мне свои вот эти. Почему она мне их подарила? Потому что она себе их купила только за то, что не понравится. За черепков на них. Или за чего, непонятно. В общем, мне очень сильно понравились. Сына их купила. А потом поняла, что она не может ходить на низком ходу. Мама ходит всегда на платформах, на каблуках, на чем угодно. Только на низком ходу. А я сейчас наоборот. Только на низком ходу. Вот это для меня просто лучшая обувь. Она самая удобная для меня. Практичная. Под все идет. Конечно, каблуки это вычурные, элегантные, все такое. Но не всегда хочется. Действительно не всегда хочется. Буду есть ежевику. Диана. Леша. Привет. Лайф, надо было сказать. Ну, конечно, Леша видео. Пора бы же. Расскажи, как на заводе. Сегодня Леша мне очень много интересного за завод рассказывал, сколько он там делать, чему он научился. Так интересный человек акцент, наверное, никак не был. Связан в своей жизни с заводом. Вообще. Учитесь, друзья, получайте высшее образование и валите работать на завод. А ты еще его не получил. Никому об этом не скажем. У меня последняя стадия голодания какая-то. У меня творог с зеленью, с чесноком будет. Чеснок это, конечно, вообще пипец. Перебор. Но я просто помню, что детство такое было. Может, что ты на то и сделала. Я сильно хочу есть. Вообще, я хочу большой кусок мяса. Ну, уже почти 10 часов. И у меня даже мяса нет. Чего это потом наловить? Есть сырое мясо. На твоей ляжке. Что там даже мяса нет? В морозилке. Завтра будем уезжать. Да, тогда мы уезжаем. Я уже рассказывала, что мы не в село. Мы едем на прямом автобусе. Так решил Леша. Он захотел, чтобы мы поехали на прямом автобусе. Поэтому завтра мы поедем так, как мы ездили в село. Сто тысяч лет назад и подряд. Раньше мы так ездили. Я так ездила. Ты же, наверное, тоже так ездила. Я так ездила. По билетам покупали билеты. Нет, я не ездил так, в лицей, когда учился на год. Но, друзья, я помню время, когда билет на этот автобус стоил 50 гривен. Сейчас он стоит 130. Ну, покажем этот автобус. Нет, сейчас он вроде бы немножечко упал. Сто двадцать, конечно, наверное. Ого, 120. Это поехать туда и обратно раньше. Или 110. Туда и обратно. Обильно. Ну, то навестим бабуле. Летнее село покажем, как он там расцелул, не расцелул. А что там показывать? Можно попадем на море, но это не точно. Хотя, может, там 7 километров. Да, когда мы попадем, например, на море. В воскресенье, ты говорил, можем? В воскресенье поедем назад. В общем, друзья, будем уже ложиться спать, отдыхать. Всем спокойной ночи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!